Что такое акция? Акция – это право на участие в доле бизнеса компании и право на получение части чистой прибыли этой компании. То есть люди немножко от этого отвязались, они сейчас покупают акции как некий антиинфляционный инструмент. Но в принципе, фундаментально, если мы говорим про ценную ценность, мы должны понимать, что если мы покупаем акции, мы покупаем долю в определенном бизнесе и рассчитываем на получение дивидендов, которые в свою очередь выплачиваются от чистой прибыли, которую компания заработала. То есть когда мы говорим, что экономика не восстановилась, когда мы говорим о том, что у нас есть риски, связанные с тем, что будет вторая волна коронавируса и вакцина, по крайней мере, до сих пор не создана, когда мы говорим о том, что в выборах предварительные результаты показывают, что Байден обгоняет Трампа в предвыборной гонке, пока что. То есть все эти факторы, это факторы риска. Это все говорит о том, что в основном на что нужно смотреть, а верите ли вы в то, что в перспективу следующих 12-24 месяцев компании в принципе будут что-то зарабатывать. И верите ли вы в то, что эту прибыль компании согласятся разделить с акционерами. Вот оно стоимостное инвестирование. И исходя из этих позиций, ну лично я считаю, что, допустим, американский рынок перегрет. Российский рынок, там есть определенные истории, которые, на мой взгляд, могут быть интересными, но именно с позиции того, что некая такая защита в первую очередь от девальвации рубля. И в принципе я сейчас в основном, ну то есть если говорить о структуре моих активов на 50-60 процентов, я в принципе нахожусь в валюте. И в золоте, да, еще год назад куплен. И я готовлюсь, в принципе, к тем большим проблемам, которые мы можем увидеть в коррекции на финансовых рынках, но будет еще, так называемый, финальный задер. Об этом тоже можно отдельно рассказать. Финансовый год в Соединенных Штатах Америки заканчивается в сентябре всегда. Это связано с тем, что в сентябре заканчивается финансовый год, в октябре проводятся итоги. В ноябре происходит оценка сотрудников. Ну я говорю в первую очередь там про финансовую отрасль. И до 20 декабря, то есть, ну до 25 декабря выплачиваются бонусы, ну под Рождество. И если вот исторически посмотреть, каким бы рынок слабым не был, то есть если год рынок, ну первая половина года, рынок находится в растущей фазе, ну то есть прибавляет порядка там 15-25 процентов, то, как правило, в конце лета происходит некая коррекция, и в сентябре месяц вот обновление максимальных значений, да, то есть вот в сентябре держат прям максимальный уровень. После этого рынок, как правило, снижается, да, для того, чтобы снизить эффект базы, от которой будут считаться следующие бонусы, да, которые начнутся, в принципе, с октября. Поэтому вот здесь накладывается несколько причин, которые позволяют с оптимизмом смотреть, по крайней мере, на осень, на сентябрь, октябрь месяц. Ну это, во-первых, рынок должны вытянуть вверх, потому что есть ликвидность, она по-прежнему предоставляется. По-прежнему процентные ставки находятся на низких значениях, то есть есть все основания для того, чтобы рынок вытянуть наверх. Плюс, опять-таки, трап будет в любом случае давить на Федеральные резервы, чтобы предоставили еще ликвидность, чтобы победить. Это будет основной флаг, который он поставит, да, что, ребята, со мной вы стали в два раза богаче, пока я был президентом, хотите стать еще в два раза богаче, избирайте меня президентом. И на этом фоне, соответственно, американский рынок, за ним все рынки могут, в принципе, вытянуться. Опять же, я осень жду еще позитивный, финальный задер, а там, я думаю, мы еще будем общаться, потому что там это выходит за тему сегодняшнего общения. Мы будем еще встречаться, обсуждать. Мы, ну, мои ожидания, что будет всем очень тяжело, да, то есть следующие 3-5 лет про финансовый рынок, особенно рынок акций придется забыть, потому что там будет очень серьезная проблема. Но сегодня основная моя стратегия сводится к тому, что у меня по-прежнему 40% активов капитала находится на рынке акций, российских акций. Опять же, если говорить отдельную историю, это Сургутнефтегаз, это НМТП, это Нижникамскнефтехим, это Казаньоксинтез, это Петропавловск, это Полюс Золото, то есть некая локация, да, на золото. То есть компании, которые выиграют от двух составляющих. То есть первое, если будут расти цены на золото, да, когда я покупаю золото добытчикам. Второе, это экспортно-ориентированные компании, про Сургутнефтегаз мы уже говорили, то есть его доля тоже достаточно большая. То есть это компании, которые будут прямыми бенефициарами девальвации рубля, потому что посмотрите историческую доходность, я уже тоже об этом говорил, российских сырьевых компаний по сравнению с долларом. Да, доллар в моменте может скопнуть, но на горизонте в 12 месяцев доходность экспортно-ориентированных компаний может составить больше. То есть я вообще прогнозирую, что по итогам 2020 года Сургутнефтегаз сможет заплатить дивиденды в порядке 20% рубля. Это очень неплохо, да, то есть за год получить 20% в рублях, плюс, опять-таки акция будет расти, ожидание по прогнозным дивидендам на 2021 год будет еще больше. То есть если у нас доллар опять, я ожидаю, улетит в районе 100 рублей, в доходность Сургутнефтегаза в принципе за два года может превысить 50-70%. Но это тоже достаточно интересно.